В лагере Щатково с нетерпением ждут первую смену. Летом здесь отдохнут и наберутся сил 165 детей. Администрации и воспитатели уверяют – всё готово. К сезону 2020 в столовой заменили 12 окон – деревянные на пластиковые стеклопакеты. В кухню купили шкаф для хлеба и булочек. «Сделаем косметический ремонт в номерах и поддерживаем надлежащий порядок». Коронавирус внёс справки в культурную программу. Игры и занятия кружков по интересам будут проводить для каждого отряда в отдельности. Сотрудники здравницы позаботятся, чтобы дети проводили много времени на свежем воздухе. В распоряжении – футбольное поле, теннисные столы и беседки. На случай непогоды хватает развлечений под крышей. В игровой бильярд – настольный хоккей и футбол. Здесь можно просто порисовать или отдохнуть у камина. Для профилактики инфекции в столовую брали половину столов. Теперь мебель стоит шагом в полтора метра. Повсюду банки с антисептиком. Во время заезда воспитатели и подопечных измерят температуру. Дистанцирование первым делом. Родители не допускаются во время смены. Это уже предупреждены все родители. Антисептические средства, масочный режим для персонала, обслуживающего. Мечта перенесет воспитанников в экзотические страны. На стенах в игровых новенькие росписи. Мотивы Китая, Италии, Бразилии. Очень большой сделали мы объем работы по подготовке жилых корпусов. Нам в этом году удалось отремонтировать последний корпус, где у нас живут самые маленькие дети. В каждом корпусе по две душевые комнаты сделать дополнительные. Во время смены к детям приедут театральные трупы, солисты и кавер-бенды, экскурсоводы музеев. Прежде чем попасть на территорию здравницы, гости должны будут показать справки о состоянии здоровья. У нас предусмотрены здесь кружки по интересам, которые будут. Это и бисероплетение, это и художественные кружки. Мы сделаем немножко разъединение старших детей с младшими детьми. На сегодняшний день у нас закуплены все дегрессионные средства, которые необходимы для уборки помещений, для антисептики, для обработки рук. Помимо этого, естественно, имеются маски для сотрудников. В Бобруйском районе детей также примут в ромашки, птичьи и бобренки-2010. Стоимость путевки зависит от возраста ребенка. Цена колеблется от 400 до 500 рублей. Отдельные категории граждан могут рассчитывать на дотацию от государства в размере 205 рублей. Загородные оздоровительные лагеря примут ребят на оздоровление с 15 июня. С 8 июня начнут свою работу оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, которые функционируют на базе учреждений общего среднего образования и дополнительного образования. Также с 8 июня начнут работу лагеря труда и отдыха. Летом в районных оздоровительных лагерях отдохнут 7 тысяч маленьких белорусов. Анастасия Пахлестова, Андрей Богдан. Итоги недели.